Георгий Иванович Суфтин Писатель Заполярия Суфтин Георгий Иванович – известный северный журналист, поэт и прозаик, автор басен и пародий, многие годы редактировавший газету «Правда Севера». Активный, творческий и неугомонный характер не давали Георгию Ивановичу Суфтину сидеть без дела. Окончив курсы киномеханика в 1924 году, он приехал в родную деревню с киноаппаратом «Паэт Русь», чтобы показать своим землякам фильм «Легенда черных скал». А дальше совершает длительные поездки по деревням и селам со своей кинопередвижкой. Он не только демонстрировал фильмы, но после сеансов, разобрав и починив аппаратуру, подолгу разговаривал с крестьянами о новостях техники, о религии, о колхозах, поражая своей начитанностью и грамотностью, и с удовольствием замечал, что к его словам прислушиваются, часто обращаются за советом. В этот период Георгий Иванович пишет еще и статьи в молодежную газету «Ленинская смена», где рассказывает о своих впечатлениях от поездок. Не забывает и свою деревню. Комсомольцы во главе с Суфтиным выпускают стенгазеты на злободневные темы. За глаза его частенько называют «Силькор» и побаиваются острова Суфтинского словца. Активное участие в бурной жизни послереволюционной деревни дало впоследствии писателю драгоценный материал для творчества. Вскоре его назначают на должность секретаря газеты «Ленинская смена» в городе Великий Устюг. Через год его переводят в губернскую партийную газету «Советская мысль», где он проходит путь от репортера до ответственного секретаря, пробуя от себя в художественной литературе. Энергичного, любознательного и к тому же романтически настроенного молодого Суфтина влечет суровое и неизвестное заполярье. И в 1932 году он приезжает в Наринмар – опытным журналистом, поразившим своих новых товарищей начитанностью, грамотностью и разносторонними знаниями. Георгия Ивановича назначают редактором газеты Ненецкого округа «Наринмар». Одновременно он становится одним из организаторов литературного объединения «Заполярье», одноименный альманах которого выпускался им при редакции газеты. Это были годы открытия нового для него мира заполярной тундры и ее обитателей ненцев. Тундра и ее коренные жители произвели огромное впечатление на Суфтина. Он открывал и дарил миллионам жителей России суровый и прекрасный мир своей тундры. Мать-земля называют ее ненцы. Народ, мудро и мужественно проживший тысячи лет, качуя на ее неохватных пространствах. Народ, сохранивший свой сквозь вьюги лет пробившийся язык, а с ним свою историю и фольклор. Георгий Иванович изначально занимал особое положение среди коллег, журналистов. Видел мир, воспринимал его по-ненецки, а писал по-русски. Из дальних командировок к оленеводам он привозил не только материалы для газеты, но и стихи для поэтических сборников, замыслы будущих рассказов и повестей, которые позднее будут изданы отдельными книгами. Первый сборник его стихов вышел в 1940 году. Большинство стихотворений навеяно впечатлениями о пребывании в Ненецком округе. Многие из них проникнуты мотивами легенд и сказок ненецкого народа. В стихах звучит любовь к исконным жителям тундры, уважение к их труду, к их нравам, к обычаям. Все это говорит о сокровенном характере своей связи с Севером, пространство которого становится внутренним пространством его души. Удивительный, поэтический, волшебный образ Севера возникает во многих стихотворениях. Стихи не броски, как краски Севера. Они то тихи и спокойны, как рассветы над июльской печорой, то порывисты и тревожны, как гуляющие по Заполярию в юге. Тепло с нескрываемой болью пишет он о деревенском быте людей села, деревню, с искренней верой в ее пробуждение. Шамиль Галимов, литературный критик, вспоминает, решающей вехой в творческом развитии Суфтина является, на мой взгляд, год выхода первого сборника рассказов «Заполярные встречи», который явился подступом к созданию более глубокой и развернутой художественной картины повести «След голубого писца». В книге рисуется история революционного преобразования народов Крайнего Севера. Это правдивый, яркий рассказ о трудной жизни, о судьбах ненецкого народа. Красота и сказочность северной природы заворожили писателя, и впоследствии пейзажи родных мест воссоздадутся им в романе «Макорин жених», которое было издано в 1960 году. Это лучшее произведение Суфтина. Он дает живую, развернутую картину деревенского утра перед началом обычного трудового дня, обстоятельно описывает утренние занятия крестьян, включая внезламысловатый будничный сюжет, диалоги и внутренние короткие монологи. Последнее, законченное произведение Георгия Ивановича «Семейный секрет» было издано в 1961 году. Автор увлеченно рассказал о Великоустюжской черни, по серебру о семейных традициях. Основной персонаж произведения черновых дел мастер Павел Уткин, когда он еще мальчонкой потянулся к ремеслу, он впервые понял, что это большое искусство, и, как всякое искусство, требует не только сноровки, но и огромного труда, упорства, знаний. Вся жизнь Георгия Суфтина, вся его биография – это многотрудный подвиг. За свой самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны Георгий Иванович награжден медалями за оборону советского Заполярья, за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Самобытный писатель и умелый организатор, он много сил отдал возрождению в Архангельске, едва ли не единственной тогда на севере писательской организации. С середины 50-х до начала 60-х организацию возглавлял Георгий Иванович Суфтин. Георгий Иванович Суфтин не дожил до своего 60-летия всего один месяц, даже когда он сильно болел, но болезнь ненадолго отступала, он все работал. Друзья Георгия Ивановича считают, что он был счастливым человеком, который выразил себя в слове, при этом никогда не болел звездной болезнью. Он прожил долгую творческую жизнь, за которую выпустил несколько книг, где открыл уникальность и самобытность русской северной культуры. Таких людей помнят и знают. Жители Архангельска в память о великом человеке с севера одну из улиц переименовали в улицу имени Георгия Ивановича Суфтина. Это дань памяти хорошему и талантливому человеку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова